Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Праздник со слезами на глазах Рязань отметила День Победы. Прозрачность и честность процедура праймерис Единой России претерпела изменения. Навигация в самом разгаре по рекам региона уже ходят сюда. Рязань встретила 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия традиционно начались с возложения цветов к вечному огню, после чего шествие проследовало до площади Ленина, где прошли основные торжества. Главные герои, конечно, ветераны, их встретили цветами и аплодисментами, после чего по площади Ленина проехал БТР-80 и УАЗ. Далее войска Рязанского территориального гарнизона прошли маршем по главной площади города. Из года в год входим на парад. Для нас это очень почетный праздник. Чтем ветеранов, покупаем цветы, дарим на всех мероприятиях. Конечно, это замечательный праздник. Я считаю, мы должны все знать об этом. Все поколения наши должны обязательно помнить об этой войне. Курсанты училища ВДВ пронесли 200-метровую копию знамени Победы, после чего стартовала акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие более 40 тысяч рязанцев. За сухими цифрами кроются судьбы реальных людей, чей подвиг подарил жизнь всем нам. В очередной раз по улицам Рязани прошел «Бессмертный полк». Мы решили присоединиться к шествию и пообщаться с участниками. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, кто у вас на фотографии? У нас прадедушка! Вон, Маша, расскажи. Дискен Васильевич, родился 1925 году. Пошел на войну 1943 года. Был ранен и умер рано. Но я им всегда горжусь. Я всегда люблю 9 мая, потому что это мой самый любимый праздник. Кто у вас на фотографии? Расскажите. Это наш родной дядя, родной брат нашего папы. Да, Георгий Андреевич, он погиб на Брянщине при взятии села Овчинец в Брянской области. Ему было всего 19 лет. Я очень благодарна моим родителям, что они дали нам свободу, что дали нам жизнь. И я хочу. В этом году им исполняется 100 лет. И вот я пришла, чтобы отдать дань и уважение своим родителям. В акции «Бессмертный полк» принял участие глава региона Николай Любимов с семьей. У детей были портреты их прадедушек, Узмина и Никитина. А у нас с женой были портреты двух героев, которые здесь, в Рязанской области, родились, которые прошли войну, но у которых сейчас, в настоящее время, нет родственников. В частности, у меня был портрет Дениса Сергея Евдокимовича, враженца Кореева-Брыкина, в деревне Кронском районе, тогда еще Кронского уезда. Он родился в 1914 году. В 1943 году отличился при Курской битве. И ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Принимал участие в шествии «Бессмертного полка» и глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Владислав Фролов. Он также уверен, что переоценить значение этого праздника просто невозможно. В каждой семье практически есть те люди, свои герои, которые воевали. Об этом свидетельствует достаточно массовое шествие «Бессмертного полка» в Рязани. Всех рязанцев хочется поздравить с Днем Победы, пожелать счастья, благополучия и мирного неба над головой. С портретов на современный город смотрят солдаты, которые до сих пор живы в сердцах своих близких. И они будут жить, пока их помнят. Во время шествия «Бессмертного полка» от площади Ленина пролетела авиационная группа из самолетов Ил-78 и Ту-160, которые принимали участие в параде на Красной площади. Впервые в этом году курсанты военных возов по центральным улицам пронесли флаги 13 городов-героев. Далее прошел смотр строя и песни. Праздник со слезами на глазах – эта фраза стала уже привычной. Однако те, кто видел все ужасы войны, относятся к ней совсем иначе. Василию Заяцу было 4 года, когда закончилась война. Он плохо помнит те годы. Сейчас ему почти 80, но некоторые воспоминания забыть невозможно. Помню, как мать плакала, когда отца убили. Это помню хорошо. Он похоронен в Воронеже. Вот здесь похоронен мой отец. Это город Воронеж, парк, сельскохозяйственное институт. А сейчас университет уже. В руках Евгения Егорова и портрет матери, дяди и отца. Удивительно, что отец прошел всю войну, а погиб в Польше за день до победы – 8 мая. Сама же Евгения была узницей фашистского концлагеря Клоога в Эстонии. Попала туда, когда ей не было и года. Провели мы там около 4 лет. Маму уводили там на работы. Мы оставались. Но самое страшное, что я не очень помню, а вот сестра хорошо помнит, когда подгоняли вагонетки по утрам. И матери вынуждены были выбрасывать мертвых детей за ночь, которые умирали. Евгения Ивановна помнит и невероятно вкусный хлеб, суп и котлету. Эти блюда она впервые попробовала из рук советского солдата. Еще один свидетель тех страшных лет – Иван Григорьевич Киричук. Его село Юстинград в 41-м году захватили немцы. Трудоспособное население они отправили в Германию, а стариков и детей до 8 лет оставили на месте. Ивану Григорьевичу тогда было 7 лет. Чтобы приблизить победу, он помогал партизанам. 9 мая 45-го он помнит, как сейчас. О победе знали. Были на поле в колхозе. И передали. Там громкоговоритель в селе был, такой рупор. И он передал, что Германия капитулировала. Везде была радость победа. Прибежали в село, кто что мог, собрались. Все обнимались, целовались. Победа. После парада победы торжественные гуляния проходили на разных площадках города. Мария Рудаин, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». В честь Дня Великой Победы студенты Рязанского политехнического института по традиции развернули фронтовую поляну. Площадкой для которой в этом году стала школа номер 57. В мероприятии приняли участие студенты, школьники, жители района и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. Легендарные песни военных лет, в том числе и песни под баян, танцы, стихи, воспоминания ветеранов, возложения цветов. Все это создало неповторимую атмосферу праздника. Студенты Рязанского политеха приготовили масштабное представление. Кроме того, для детей они проводили игры, викторины, мастер-классы, создали разные образы с помощью аквагрима. Будущий строитель уникальных зданий и сооружений Сергей Лушников уверен, такая деятельность студентов очень важна. Ведь День Победы – это всенародный праздник. Праздник очень воодушевляющий, заставляющий задуматься на многими вещами. Чтобы помнили, чтобы гордились, нельзя это забывать. Это все-таки Великая Победа. Это Победа для всей России, для всех объединений, которые были на то время, чтобы никогда не забывали вот эти годы тяжелые для наших предков. Для Игоря Мурога, как и для всей страны, День Победы – святой праздник. В его семье тоже были фронтовики. Он и сам посвятил более 30 лет своей жизни в военной службе и гордится, что сейчас может передать молодому поколению те ценности, которые нам завещали наши предки. Это, во-первых, отдать дань уважения и любви нашим ветеранам. Потому что я считаю, что каждый человек в жизни, да, он должен оставлять доброе, светлое. И если у нас есть такая возможность, у каждого из нас, да, мы должны это делать. Вот, и сегодня я благодарен судьбе, что мы имеем возможность общаться с легендами, да, с участниками тех страшных, кровавых событий. На фронтовой поляне активными участниками были и школьники. Спасибо вам, что нам не довелось представить и узнать такие муки. На вашу долю все это пришлось. Тревоги, голод, холод и разлуки. Сквозь слезы говорила мать, сынок, я верила живой. Пришлось так долго воевать. Присядь и отдохни, родной. Изюминкой праздника стала полевая кухня. Гречневая каша с тушенкой, свежевыпечка и газировка показались детворе невероятно вкусными на свежем воздухе. В общем, праздник удался на славу. Зрители поблагодарили организаторов за внимание с надеждой на новую встречу. Общение поколений в формате фронтовой поляны Рязанского политеха стало незабываемым опытом для всех участников мероприятия. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В этом году процедура предварительного голосования или праймерис партии «Единая Россия» претерпела ряд изменений. Связано это с тем, что в партии придерживаются мнения, что эта процедура должна быть максимально открытой и максимально состязательной. Подробности в нашем следующем сюжете. В конференц-зале гостиницы «Форум» собрались молодые участники предварительного голосования «Единой России». В этом году партия запустила новый проект под названием «Полит-стартап». Его цель – привлечь к процедуре праймерис новые лица – молодых людей, не имеющих опыта участия в выборах. Участники проекта могут в первую очередь участвовать в наших избирательных кампаниях по предварительному голосованию, по отбору кандидатов. В частности, сегодня мы проводим семинар для кандидатов, которые хотят участвовать в предварительном голосовании по выборам депутатов городской думы. А также они будут иметь возможность создавать свои технологические группы для поддержки кандидатов, которые будут выдвигаться от «Единой России». На сегодняшний день по России почти 3000 человек подали документы для участия в предварительном голосовании по выборам в законодательные собрания и городские думы. В Рязани заявление на участие в праймерис написали уже более 130 человек. Среди них много молодых людей до 35 лет. Мы предполагаем, что в рамках процедуры предварительного голосования пройдут дебаты. Дебаты на трех площадках в рамках каждого избирательного округа. И темы дебатов заданы. Я думаю, что вы по этим темам, на этих наших двух семинарах отдельно поговорите, для того, чтобы иметь свою позицию, для того, чтобы подготовиться, для того, чтобы выступить. Ну и, конечно, провести определенное впечатление на своих уже теперь избирателей. Темы дебатов определены в соответствии с майскими указами президента России Владимира Путина. Это повышение продолжительности жизни, комфортная городская среда и тема патриотизма. 3 июня жители Рязани смогут принять участие в предварительном голосовании и определить кандидатов от партии «Единая Россия», которые будут выдвинуты на выборы в Рязанскую городскую думу 9 сентября. Аркадий Фомин отметил, что проигравших не будет. Все кандидаты уже победители. Они – те люди, которые хотят изменить жизнь региона к лучшему. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Левосторонние движения – именно так ходят суда по рекам страны. В Рязани началась навигация. Как она проходит, расскажет Валерий Седов. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Рязанский район гидросооружений – якорь со старого баркаса. Это одна из немногих интересных находок, которые удалось обнаружить на дне реки. Сотрудники рассказали, что для этого пришлось привлекать подъемный кран. На причале их всего два. С их помощью со дна достают деревья и корни. Также применяют и земснаряд. Выглядит он примерно так. На большой стреле ковши идут по дуге и забирают из воды весь грунт и глину, которые погружают в шаланды. Делается все это для углубления русла судового хода, что особенно важно летом, когда уровень воды опускается ниже положенного. Согласно нормативам, гарантированная глубина для судов должна составлять метр семьдесят. Это одна из основных подготовок рек к навигации. Для этого и созданы гидротехнические сооружения. Они обеспечивают безопасность на водных участках. В их распоряжении 39 единиц технического флота, третьем снарядом и вспомогательный флот. В ведомстве Рязанского района гидросооружений участок реки длиной практически в 500 километров. Правда, основная задача в период навигации – это оснащение судовых путей именно навигационными знаками. Мы выставляем к этому времени все судовые знаки, бакены, значит, береговые знаки. Проверяем глубины, где, если глубины не позволяют проходить, значит, теплоходы, мы углубляем. Причал находится на 696-м километре Аки. Здесь также осуществляется и ремонт разного рода оборудования. Буи, разделители хода и многое другое. Здесь лежат знаки, которые находятся на реставрации. Остальные уже выставлены на всех шести подведомственных участках. С дорожными знаками их сравнить сложно. Это скорее элементы разметки. Например, перевальный знак, который выступает в роли разделительной полосы. Судовой ход идет, как правило, по самым глубоким местам Аки – реки. И для удобства в центральной части, напротив, выставляются перевальные знаки. Дойдя до одного перевального знака, судоводитель может наблюдать, появляется в зоне его видимости другой береговой знак. То есть он как бы переваливает свой курс с одного берега на другой. Это ходовой знак. Он ставится на левом берегу и обозначает направление судового хода. Есть и буи или бакены, как их называли раньше. Они двух цветов – белого, который ставится на левом берегу, и красный, соответственно, на правом. Кроме цвета, они различаются и формой. Было заменено общее использование конусных буев и красного и белого цвета, так как судоводителям в солнечную погоду, в разную, на расстоянии, все буи кажутся одного цвета. И было решено заменить их разной формой. Сегодня судну с названием «Гидрограф» предстоит рабочий выезд. Цель – проверить плавучую обстановку и глубину в затоне трубеж. Перед каждой вахтой осуществляется осмотр судна, а конкретно всех его частей, необходимых для работы. После звучит команда «Отдач Вартовы» и «В путь». Теплоход «Гидрограф» отходит от баржи Т-15, будет следовать вниз. Судя по показаниям эхолоты, глубина 5 метров, температура воды – 14 градусов. Здесь, на трубеже, можно увидеть все вышеперечисленные навигационные знаки. Вдалеке облестит на солнце разделитель хода. Чуть дальше – белый бакен, обозначающий левый берег. А на берегу установлен километровый знак. Такие ставятся на каждом пятом километре. Команда говорит, что рыбаки на берегу – уже привычное зрелище. А вот группу отдыхающих в такое время встретишь нечасто. Несмотря на прохладную погоду, на берегу реки уже есть несколько компаний. По словам членов экипажа, бывает и такое, что люди приветствуют «Гидрограф», размахивая руками. В таких случаях команда машет им в ответ. Рабочий выезд закончился, все навигационные знаки на месте, а глубина соответствует норме. По словам капитана Андрея Кузнецова, бывают и прямо противоположные ситуации. Правда, сама работа, да и усталость после нее – явление особенное. Работа с определенной романтикой совмещена. Поэтому, я думаю, усталость, конечно, бывает. Но когда дело сделано, это приятная усталость. Наверное, это один из самых быстрых рабочих выездов. Команда «Гидрографа» продолжает работу по ремонту навигационных знаков. По словам экипажа, дел на суше порой куда больше, чем в воде. Валерий Седов, Олег Парамзин, Юлия Пятницкого. Телекомпания «Город». Рязанская область стала вторым регионом в Центральном федеральном округе, где действует совместный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации «Бережливое производство». Цель проекта – выявление неэффективных технологических процессов в медицинских организациях и их устранение. 10 мая в Рязань приехали представители Росатома и Минздрава, чтобы посмотреть, как функционирует система. Сотрудники Министерства здравоохранения были приятно удивлены, когда вошли в холл детской поликлиники номер 7. Ни у регистратуры, ни у стойки администрации не было очереди. По словам главного врача Натальи Шарапиной, обслуживают посетителей в считанные минуты. Для этого в фойе поликлиники также установлены так называемые информаты – аппараты для записи на прием. К тому же здесь размещаются и электронное табло, и стенды с расписанием работы врачей. Наталья Шарапина рассказала, что они продолжают развивать технологию «Бережливого производства». Например, в поликлинике будет два входа – для больных и здоровых детей. А пока прием просто ведется в разные дни. К тому же в больнице работают и окна каждого из специалистов, где можно записаться отдельно к каждому врачу. И это не единственная инновация. Разделены обязанности вызова на дом. Здесь использованы информационные технологии. То есть, если раньше это были журналы, и длительность вызова занимала очень большое количество времени, там до полчаса, в зимний период времени, период эпидоподъема, то на сегодняшний момент с использованием информационных, электронных технологий удалось там до пяти минут дозвон. После посещения седьмой детской делегация отправилась в поликлинику номер 6. Она вторая в Рязани, где внедрена технология «Бережливого производства». Представители «Росатома» рассказали, что проводить инспекции и следить за реализацией программы очень важно. Ведь речь идет не только о совершенствовании логистики, но и о повышении уровня комфорта для граждан. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В столице Ирана прошла крупнейшая международная нефтегазовая выставка. В ней приняли участие представители компании «Резур». Подробности далее. Компания «Резур» продолжает расширять географию своего присутствия. На этот раз мы приехали с визитом в Тегеран, столицу Ирана, на международную нефтегазовую выставку «Иран Oil Show 2018». В этом году мероприятие проходит уже в 23-й раз. В огромном выставочном комплексе в столице Ирана, на площади более 75 тысяч квадратных метров, свои представительства расположили более тысячи компаний. В выставке принимают участие европейские, азиатские и американские производители. Российскую делегацию представляют «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Резур» и другие. Мероприятие помогает выстраивать партнерские отношения между странами-конкурентами. Сотрудниками компании «Резур» проводятся активные переговоры с представителями нефтегазовой промышленности Ирана. Показав продукцию высокого качества и наши перспективные разработки, мы видим высокую заинтересованность к сотрудничеству между нашими странами. Таким образом, мы планируем выйти на новые перспективные для нас рынки. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры создавал DimaTorzok